Уйди! Уйди! Не трогай! Иди туда! Иди на место! Валентина Ивановна на ПМЖ Загород перебралась еще в начале 90-х. Для здоровья чистый воздух полезнее. Но кто ж знал, что в конце нулевых начнутся проблемы с электричеством. Первый раз свет отключили зимой 2009-го. Тогда у садоводческого товарищества не было своего трансформатора. Питались от соседей. Зимой, когда большинство садоводов уехало во Владимир, арендовать чужой трансформатор накладно. Поэтому свет на зиму 2009 отрубили. Но ведь в город уезжают не все. Кто-то, как Валентина Ивановна с мужем и сосед Николай, остаются зимовать. Выход сбросится на собственный трансформатор. Мы складывались, каждый участок по 3000. 9000 отдал. И свету нет нигде. Ни на одном из участков. И мы не знаем, что делать просто-напросто. Николай не врет. Света нет уже третью неделю. Как же так? Ведь у этих людей уже полгода как собственный трансформатор. И по идее они ни от кого не зависят. В 2012 году в мае его установили и подключили. Все были очень рады, довольны. Свой трансформатор, своя обслуга. Но жизнь этих людей в руках председателя. Это она устроила сумерки. Якобы кто-то ворует электричество. Кто именно? Председатель выяснять не стала. Она просто опустила рубильник. До весны. Она считает, что здесь жить не должны люди? Да, она считает, что так, что мы не люди. У меня муж на инвалидность. У него сахарный диабет 5 уколов в день. По российскому законодательству люди в своих садовых домиках могут прописываться и жить круглогодично. Но без света разве жизнь обесточенные решили выяснить, насколько оправдан поступок председательши. Вышли на управляющую компанию. Мне выдали две справки сверху счетов. И выясняется, что у нас авансом проплачено за ноябрь месяц 42 тысячи. Значит, долгов нет. До трансформатора электроэнергия от сетевой компании подается. И проблем с этим никаких на сегодняшний момент нет. Теперь местные каждый день ходят к трансформатору и слушают, не загудел ли. Его отцепили от основного фидера. Для того, чтобы его подцепить к фидеру, это буквально 5 минут. Оставленные без электричества люди написали в прокуратуру. И, судя по документам, надзорный орган встал на их сторону. А что же сам председатель? Узнать ее позицию не удалось. Весь сегодняшний день Анна Басакина была недоступна. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. В прокуратуре предстоит выяснить, есть ли в поступке председателя садоводческого товарищества «Миллиоратор-1» состав преступления. Пока же здешним пенсионерам можно только посочувствовать. Потому что подключиться к сетям напрямую и также напрямую расплачиваться с поставщиком электроэнергии – удовольствие дорогое. Александр Инин, Иван Людков, Шестой канал.